всем привет хочу показать вот такое средство муравьед и действующее вещество у него диазенон есть точно такой же муравьед но действующее вещество по моему имидоклоприд то есть уже немножко не то что я с ним делаю понятно мы сейчас скрываем есть тут пробочка специально нам вскрыть флакончик открыли берем шприц набираю 3 кубика взял три кубика и вот на такой опрыскиватель жук здесь примерно четыре с половиной литра инструкция конечно пишет понемногу не так много но с муравьями по-другому никак опрыскивать я буду приствольный круг ну и сам ствол опрыскиваем так чтобы смочить все со всех сторон и такая вот обработка мы и проводим каждый день ну или утром вечером у 1 5 сделали утром вечером утром 5 раз сделали все и муравьев у вас недели три просто не будет дерево будет чистое сейчас у нас чистенько вот они вверху немножко забегали пытаются спуститься вот пробовали меньшую концентрацию она не работает надо учитывать что период его распада 14 недель диазинона ни в коем случае им не обрабатывать фрукты и почему я сказал пять раз обработать но это опытным путем уже было достигнуто мы обработали раз смотрим они ручейки бегут второй раз третий вот пять раз и все они на там успокоились и муравьев недели три у вас железно нет раствор тезинона хранится кстати дня три он точно хранится они вам не распадается и можете смело пользоваться все свои деревья приствольные круги обработали именно стволы и будет вам счастье почему приствольный круг мы обрабатываем но там очень много насекомых которые и личинки откладывают и прячутся они сами как красноголовая тля но много там и поэтому их мы тоже уничтожаем скажем так вот здесь у меня на душе я залил и внутрь и саму обработал картонку то есть она еще будет интенсивно пахнуть и их отпугивать за полезут все это будет убиваться ну а самые лучшие борцы с муравьями и соответственно с тлей это куры хотите верьте хотите нет замечено вот пока у меня не было вот таких загонов почему их сделал потому что они общипывали все побеги обдирали и не давали им расти здесь не было ни одного муравья не было ли никогда не обрабатывал как только я огородил чтобы куры не щипали так вот эта беда настала преследовать и вот у нас не закрытая абрикосина стоит это кстати хлорозит она надо филатом железо пройти уже раз прошел но и отступление если вот сейчас по такому пройти фунгицидом стопроцентный ожог будет вы получите его моментально то есть он не успевает синтезировать там вот здесь не будет а вот на этих моментально будут ожоги и вот здесь инсектицидом акарицидами мы не обрабатываем конечно здесь могут поселиться плодожорки и всякие прочие но тли здесь никогда нет вот еще один яркий пример здесь у меня загон для уток это их тут болото разводят они что они там ищут не знаю ну и вот здесь растет старая вишня которая кстати обрежу санитарную обрезку сделал и вот на ней никогда нету тли ни разу за все время как мы здесь живем тли на ней не было и никакими инсектицидами я ее не обработал а вот рядом яблони чего они не скажешь вот наверху мы видим если не за я еще успевал доставал вот верхушка там все в тле вот вам наглядный пример хочется ответить на резонный вопрос который зададут внимательные зрители откуда же у вас тля если вы знаете как бороться с муравьями которые доставляют ее за тут как бы все просто в начале июня в конце мая времена мы обработали вот эти деревья приствольные круги диазеноном вели наблюдение недели три всем было чисто а дальше мы просто не могли его купить вот я повторюсь что был муравьед с действующим веществом и медоклоприд а мне нужен был диазенон и вот мы его сейчас купили из сделали обработку